Визит делегации Общества инвалидов из Москвы в историко-культурный центр начался с выставки, посвященной творчеству династии Мироновых. Виталий Миронов – народный художник России. Он начал заниматься живописью еще в детстве. В своих работах он часто изображает солдат, возвращающихся с фронта, или семьи, которые ждали отцов и мужей. Когда-то глава семьи привел в живопись сына, позже – дочь. Через поколение к творчеству стали присоединяться и внуки. Сейчас коллекция пополняется новыми работами, раскрывающими творческий потенциал каждого члена семьи. Дочь Ксения и сын Александр в своих работах часто изображают архитектуру старого города с деревянными церквями, небольшими домами и широтой зеленых полей. Такие пейзажи стали данью памяти о родном городе художников – Боровске, где Ксения и Александр провели свое детство. Писать стала и внучка Виталия Даша. Натюрморты стали ее визитной карточкой. Наша художница владеет всеми техниками – и темперой, и акварелью, и маслом. И вот посмотрите, конечно, как всякая женщина, она очень любит писать цветы. Выставка произвела на меня очень хорошее впечатление. Особенно мне понравилась картина хризантемы, выполненной в стиле акварель. Рекомендую посетить эту выставку всем жителям города. Не осталось без внимания и экспозиция «Знаете, каким он парнем был», посвященная Юрию Гагарину, где гостям рассказали о детстве и юношеских годах человека, совершившего первый полет в космос. Очень уютная здесь обстановка. И просто интересно. И про Гагарина очень интересно. И какие-то такие подробности, даже которых мы раньше не знали. В завершении программы делегация познакомилась с историей Агнии Барто, на стихах которой выросло не одно поколение. Это замечательный культурный центр. Здорово, что он есть в вашем городе, где можно получить новые знания. Не только о тех художниках, которые здесь проживали, но также и посвящены выставке Юрию Алексеевичу Гагарину. Ну и для детей и взрослых, конечно, узнать что-то новое об Агнии Барто – это всегда очень приятно и интересно. Очень порадовало, что вот в этом городе, видно, настолько есть такой уголок, куда можно прийти всем, прийти с семьей, прийти со своими друзьями и поприсутствовать, посмотреть на такие замечательные выставки. Организация поездок в другие города позволила людям с ограниченными возможностями здоровья не только путешествовать, но и посещать культурные мероприятия. Большая помощь, особенно для людей, которые не могут самостоятельно куда-то поехать или посмотреть. Коллеги наши с района Москвы, что они также были в этом музее. Я решила, поедем в город Видное. Инга Инчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.